Ахей, всем здорова, чуваки! С вами, как всегда, на связи Брайн, и мы вместе с вами продолжаем играть в Total Warhammer за гномов на легендарном уровне сложности. Итак, сегодня мы с вами постараемся разбить стэк вурзага Великого Зеленого Пророка, который у нас подкрадывался подземными путями к Экрунду. Перехватили мы его, в общем, и сейчас зададим жару. Ну что ж, стэк у них действительно не слабенький, есть дикие орки, есть четкие пацаны-орки, очень много различных уникальных отрядов, да, в районе, сколько их там, 4, 5, 6, 7, 8 отрядов. Ну что ж, довольно-таки тоже неплохие, есть колесницы противные, которые я не люблю, есть у нас молот-горка, тролли есть, ну, даже сквики. Будет интересно, поехали! Итак, мы выступаем с вами в роли атакующей стороны, но атаковать мы их все равно в любом случае не будем. Мы с вами постараемся их заманить к себе. Сюда мы наших гномих воинов, давайте вот так вот, наверное, поставим их. Таким вот образом назад забияк наших ставим. Забияк. Тут у нас станут наши долгобороды с двуручным оружием. Вот так вот вас ставим, да? Так, потом кто у нас еще? У нас молотобойцы есть, да, получается? Долгобороды с щитами вы сюда у нас становитесь. Будете держать фланги. Так. Ну, потом вас сюда поставим получше, да? И вы сюда, вы сюда. Егери у нас вот здесь становятся. Егери здесь становятся. Так, это те же егери. Вот эти егери. Так, мистемет. Наш бомбовоз. И два лорда, собственно. Ты сюда пойдешь? Ты центр у нас займешь. Ну что, выдвигаемся. Поехали. Так, давайте посмотрим, куда мы с вами тут можем встать. Удобно, да? Я думаю, вот тут мы займем с вами. Нашу линию обороны. Давайте быстренько ускоримся, чтобы они побыстрее доехали. О, тут отлично. На подъемчике. Замечательно. Так. Хорошо. Только давайте предварительно долгобородов. Мы чуть пошире поставим. Егерей мы вот сюда вот сунем. Так, вы у нас здесь стоите. Здесь, в принципе, можно вот так вот поставить. Вы сюда. Вроде как и егери немножко прикроем. Вот так вот. А, ну что, давайте. Их сейчас попробуем выманить. Быстренько надо будет обязательно нам в Урзага вальнуть. Нашим белигарчиком. Так. Они чуть даже подальше отошли. у нас там дальность вот уже ученики не войнулись сколько у него там брони защита в ближнем бою маленькая 9 на доспехе 100 смотрите по нему стреляют кстати по нему еще даже пытаются стрелять особенно выманить его все все отходим назад он увидел ур орков и даже по боевому духу немножечко простил у нас все отходим а речку пытается делать по нам стрельнуть ходим подальше ой это что-то там поле попала в нас отходим сейчас наши начнут мистеметы стрелять по ним так отлично все наши гномы готово среди как они рвутся у нас в ближний бой балах кому там четких пацанов по ворозагу нет смысла стрелять сложно будет по одиночным отрядом попадаете нам вот этих надо выпиливать парней что-то как-то не очень метко стреляют а тут понятно не будем даже пробовать отлично сколько мы там скольких замочили 24 орка уже нашмаляли так паучьи наездники уже точнее волчьи наездники да и гублинские колесницы пытаются я смотрю тут фланга у нас прорваться кто у нас тут стоит долгобороды да если что мы сейчас прожмем броньку для них все отлично наши стрелки начали стрелять давайте вот этих немножечко сюда вот так на бочину развернем так на долг на долгобородов напали ok а мы вот этих будем выпиливать колесницы не отдавайте тролли 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 пока есть возможности выпиливаем орков основном тех которые без брони у нас их можно в первую очередь мочить вот лично сейчас мы должны будем тролли шугануть этих быстренько все можно бомбовозом начать действовать потихоньку тоже давайте их тут шуганем сейчас отлично так где вуржак кстати где у нас вуржак она он позади идет позади всех давайте отсюда в толпу сейчас тоже шуганем их вот так вот вот тут тоже сквиги прорвались у нас внутрь а их вроде шуба шибанули всех так 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 пролетели пролетели вот так вот еще на круг все и теперь работаем мы сейчас с вами давайте поможем все отступают отступают они отлично занимаемся теперь мы тогда стрелками смотрите как нас тут раскидывают парни лучники так вот по этим отрядом работаем гиром 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 здесь поближе попробовать можно зайти так сзади кто у нас там наездники прорвались лично колесницы уходят давайте сюда помогите все занимаемся стрелками занимаемся стрелками занимаемся стрелками сюда помогаем так колесницы возвращаются у нас колесницы возвращаются если что да давайте сюда поможем так наездники побежали занимаем обратно наш мистемет и дальше стреляем так погнали мы их отлично переходим плавненько в наступление отлично тут у нас тут еще есть подождите кого вот тут доспехи минус 50 вот так вот так и нас тоже продебафали так и егерей спасаем все отлично отлично парни уже не вернуться у нас а мы преследуем их давайте тролли попробуем побольше вольнуть с вами да так вот этих отстреливаем парней там он все кто у нас пытается атак боезапас закончится вот тут урки смотрите у нас под носом прям тусят бурзак убежал да ну в принципе ладно пускай бежит мы сейчас попробуем армию тут догнать еще раз повторно и вольнуть ее так по кому-то можно пострелять у нас давайте давайте как можно больше надо убрать их чтобы потом нам было проще их добивать еще ну так в принципе учитывая что у нас равные силы были нормально мы сыграли вполне неплохо давайте вот перекроем сейчас вот проход вот этих от парней мы тут всех поймаем быстренько загоним их все окей только победу сейчас зачли прикиньте вот их всех тут сейчас мы примем назад побежали еще у нас взяли вот так вот тролля последнего добиваем не хочет умирать так включаем стрельбу но эти тролля 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 вольните у меня он один пытается убежать у нас а у нас он останется с него сейчас не добьем давайте 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 убейте его прикончите все отлично незначительная победа при этом а 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 Отряды полудохлые поубегали. Хорошо, что мы тролля ввальнули, да? Здесь на молот горка мы не смогли с вами ушатать. 15 ранг получаем. Сейчас посмотрим, можем ли мы их с вами попробовать догнать, чтобы добить их можно было, да? Так, тут у нас повышение. 15 ранг. Давайте вкачаем запас силы. Это клятвенный камень мощи. Защита в ближнем и плюс 36 плюс. А влияет на союзников в зоне действия. Действует только на цель, оказавшаяся в области. Длительность 26 секунд. Окей, берем. Так, смотрим. Да, отлично, догоняем мы. Отлично, авторасчетиком можно добить их. Все, отлично. Отлично, вкачиваем тогда натиск сюда. Так. Лагерем не встать. Можно в город уйти взять. Здесь у нас армия, да? Сладайте в город. Отойдем у нас там пополнение будет быстрее идти его. Отлично. По большей части мы с вами восстановимся там. Так, здесь у нас с вами дикие орки, да, пооставались. Вот этих мы разбили. Это еще какой-то стэк сюда подошел. И тут два стэка полудохлых стоит. Наш белый гном сейчас восстанавливается. Он стоит у нас, получается. На нашей территории, да, вроде стоит. Да, на нашей. Пускай восстанавливается. Завершаем тогда ход. Так, снова вампиры, наши старые добрые друзья. Продолжать. Так, карак, бувдар, они нам разрушили. Плохо, плохо, но мы ничего там, к сожалению, сделать с вами не могли. Да, обидно. Сейчас у нас появится еще одна обида только. У нас уже и так две обиды висит. Мы потеряли сначала мятежником один город. Так, а это у нас что? Поселение разрушено. Налет. А, у нас там еще восстание оставалось. Они снова нас, короче, взяли в осаду. И у нас доход в минус пошел. Надо бы добить их тут на серебряном пути. Все, больше не уже нам не помешает тут. Так, хорошо, все. В плюс ушли, но единственное херово то, что мы не получили никакого дохода за этот ход. Это вот очень плохо, прям. Очень-очень плохо. Так, армия у нас более-менее восстановилась. Более-менее, да? Давайте сюда прыгаем. Мы еще восстановимся. Тут дополнительно, да, немного. И не будем терять времени. Попробуем быстренько отхватить грунте мигнул. Попробую на стремительном ударе обломать у нашего гримгора. Железношкура, да? Так. Граничная княжь, что? У нас стоит цель для них. Так, чтобы они пошли нам помогли разобраться как раз-таки. А, стоит цель, да, вроде? Да, цель есть. Хорошо. С стали у нас отношения ухудшаются. С стилей ухудшаются. С каракадрином улучшаются. С каракирном тоже улучшается. С эльфами очень странно. Ну, а, ну, ухудшаются. Знаете почему? Потому что мы с вами с бордело торгуем. У нас договор о ненападении с ними. Поэтому они у нас ухудшаются. Тут, в принципе, логично. Ну, ладно. Ладно. Надо нам продолжать воевать сейчас с зеленокожими до подхода хаоситов. Надо постараться их вынести. Блин. Крадотмен они взяли в осаду сейчас. Карак. Асгал тоже в осаде находится у племени зазубренных рогов. Поэтому, блин, был бы у нас фулстэк, мы бы могли сейчас этих зазубренных рогов отогнать. А так ни хрена. Ни хрена у нас не получится. Ну что? Не знаю. Будем тогда ждать, пока не может город захватят. А потом в ответочку захватим у них. Что это у нас? Урон оружием. Ух ты. Нифига себе. Такой бавчик. Можно поставить. Давайте, знаете, кому поставим, наверное. Что там у Беллигара стоит? Гигантский клинок мы ему поставим. Отсюда мы тогда поставим силу оружия ему. Так, шлем. Трикстера. Спас бросок. Защита в ближнем бою. Доспехи есть, да? Талисман. Что тут? Спас бросок. Зелье безрассудности стоит. Так, хорошо. Здесь у нас общественный порядок. Сопротивление скверня. Дисциплина против зеленокожих. Доход от пивоварения. Общественный порядок. Доход. Так. Доход от торговых пошлин. Вся фракция у нас есть. Этот регион можно, в принципе, убрать. Давайте поставим страшный вид. Там еще урон сквозь доспехи есть у нас. Так, тут оставляем. Давайте вот тут глянем, что у нас за ачивки. А тут у нас нету сопротивления магии. Урон сквозь доспехи. Гномия невеста. Доход постройка. Этот регион у нас. Так. Спротивление скверня. Время осад. Общественный порядок есть. Так. Хорошо. А что у нас вот тут вот? Вот здесь вот что? Вот тут у нас общение. А, мы здесь гнома будем с вами менять. Я вам говорил вроде на прошлой серии. Менять мы гнома будем. Так. Здесь седьмого ранга. Здесь может тоже что-нибудь поставить. Сопротивление выстрелом. Доспехи. Талисман. Сопротивление физическому урону. Зачарованный предмет. Несокрушимость. Огневое кольцо. Торий. Давайте сюда кинем. И сюда мы тогда поставим скорость исследования. Доход. Нет, знаете. Сопротивление скверни. Потому что у нас тут вампиры бродят по нашим территориям. Я еще вот общественный порядок и сопротивление скверни дополнительный поставил. И сюда тогда можно доход разорения. Доход от торговых пошнен. Вся фракция. Пивоварня. Вот здесь есть, кстати, пивоварня. Еще одна пивоварня. Доход от железных рудников. Доход от торговых пошнен. Доход от разорения поселений. Сопротивление. Время сопротивления врага в осаде. Минус один. Так. Знамя пугала. Сюда ставим. Хорошо. Здесь разобрались. Где наш агентик? Давайте мы его потихонечку, наверное, возвращаем обратно. Вот сюда, да? Так. Посмотрим. Здесь у нас каменчик только стоит. Сюда мы ставим, соответственно, доход торговых пошлин. Весь регион. Так. Что еще? Общественный порядок сюда поставим мы. Скорость исследования. Плюс 10. Вся фракция. Преимущество против крупных врагов. Плюс 14. Но у нас не в армии находится. Доход от разорения. Доход пивоварень. Вот это вот все ставим. И ведем его потихонечку обратно в нашу провинцию. И давайте еще, знаете, я вот забыл глянуть. Глянем, вот тут у нас агентик рунный находится. Что у тебя стоит? Сказочник. Спортивная скверная. Атака в ближнем бою. Сила оружия. Скорость исследования. Защита в ближнем бою. Так. Ну, в принципе, пускай все так и остается. Естественно, я только поменял бы, наверное, вот тут вот. Против крупных врагов. Плюс 14. Или ладно, пускай пока так все остается. Так. Так, здесь у нас меч раздора. Спротивление огню. Можно поставить восстановление здоровья бойцов. Семя. Перерождение сюда поставить. Так. Здесь вселение натиска. Несокрушимость. Сопротивление выстрела можно поставить. Так. А тут все оставляем как есть. Все. Отлично. Отлично. В принципе, ему ничего особо будет идти больше на этом ходу не можем. Точнее, не хотим. И нечего. Поэтому пропускаем ход. Блин, пограничное княжество. Помогло бы нам хотя бы немножко. Так. Прутся сюда. Такой небольшой толпой. Они решили на нас напасть. Четкими пацанами. Троллями. Ну, в принципе, мы одержим здесь победу. В любом случае, еще и в подземелье. Я думаю, мы их должны будем разбить. Поехали. Кстати, удивительно, что он решил напасть на такой небольшой армии. Я бы на его месте, если честно, по еще ходу бы постоял, поднабрал бы войско, а потом только напал бы. Ну, он решил иначе. Так. Хорошо. Давайте. Тогда гномик воинов всех мы ставим вперед. Потом. Тут мы ставим. Так. Вот эти. Вот сюда. Ой, как вас мало, блин. Неохота вас, если честно, терять полностью, блин. Давайте вот так вот. Вы занимаете вот эти. Вот эти места занимаете. Егери у нас вот сюда становятся. И сюда становятся. И прикрывают у нас молотобоицы. Если что. Вдруг. Так. Ты у нас сюда идешь. Ты у нас центр держишь. Егери все в центре. Вот так вот. Блин, у нас всего лишь, кстати, два мистемета. Две единицы, да? Куда мы две просрали-то? Все, ждем тогда. Нам остается только ждать. Клятвенный камень. А вот этот, кстати, это бафчик, да, который у нас был. Не успели мы его поставить. Доспехи. Сопротивление урону. Давайте вот по оркам в первую очередь стреляем. В первую очередь орков выносим. Давайте, наверное, билигарчика мы уведем сначала вглубь наших построений, чтобы его быстренько нам не разнесли случайно, потому что Гримгард там все-таки серьезный парень с пробиванием брони и может просто шатнуть, учитывая, что у нашего лорда половина хп всего. Так. Прорываются они здесь. Окей. Так, наши егири уже начали действовать. Давайте доспехи прожмем здесь сразу, чтобы не такой урон проходил. Работаем по оркам. И по лучникам. Вот так вот. Спротивление урону пошло. Молотобоицы вперед. Вы теперь назад отходите. Все, давайте. Наш бомбовоз прибудется в действие и начинает ломать строителей на кужах. Вот сюда залетаем. Еще снарядик. Так, отлично. Так, где у нас егирито с бонусом? Вот этих надо увольнуть еще. Так, отлично. Все, отстреливаем. Так, 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 быстренько. Дисциплина защиты в ближнем бою. Поехали. Поехали. Давайте вот этих упоротых тоже валим. По отступающим. Стреляем в первую очередь. И вот тут, смотрите, нас раздирают просто. Жестко. Жестко раздирают нас. Помогаем, помогаем. Давайте, давайте, парни. Держим, держим, держим. Держим позиции. Зато рядышком и стечу всем отступать прям. Все, колесницы убежали. Давай, давай сюда. Навесение урона. Доспехи. Просопротивление урона. Поехали его раскатывать. Все, этих мы вольнули полностью. Отлично, отлично, отлично. Беллигар, держись. Давай, держись, парень. Дисциплинку прожимаем всем нашим отрядам. Отступающих, отступающих выносим. Ох, как нашим-то этим долгобородам-то досталось. Жестко. Все, покарали мы все-таки. Все-таки покарали. Отлично. Все, теперь, теперь в разнос. Как можно больше. По одному буквально, посмотрите, долгобород у нас осталось там. Ну, ясно, что мы всех не догоним, но хотя бы вот сколько убьем, столько убьем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, не напали нас потому что только из-за того, что у нас было более-менее равное количество, по сути. Все, отступили в город. Блин, то, что в город они ушли, это херово. Продолжение следует... Так, а тут на засаду нарвались у нас дикие орки. Давайте их шатнем. Это хорошо, что они на засаду нарвались. Так, восстание в подземелье у нас. Подавить восстание, обида получена. Сейчас мы подавим восстание. Союзник призывает армию против графства вампиров. Отлично. Приобретение спутника. Так, восстание мы сейчас давим. Так, а это у нас что? Дисциплина минус 4. Вокруг себя. Так, вот единственное, я бы дальше не рискнул идти. Там вампиры находятся. Давайте отступим, наверное. Жалко, что мы восстание полностью не подавили с вами. Но да ладно, перезарядку вкачиваем. Рунку на доспехе. Берем. Так, что у нас тут? Есть возможность лорга сменить уже? А, через один ход появится возможность. Ну окей, в принципе, мы можем подождать. Так, вы сюда. Тихонечку возвращаемся. Здесь у нас черный рудник отстроился. Так, черный утес, восстание готовится. Поехали туда, тогда. Железный рудник здесь поставим. В осаде, да, город-то ходится? На, в осаде. Верховный король. Хороший тактик. Так. Ну-ка. А, нет, кстати, мы можем атаковать город. В принципе. Что там у них находится? А, он, подождите, он разграблен. Мы его просто занять можем с вами. Оккупировать. Просто оккупировать. Я думаю, если не на нас нападут, мы их отобьем, кстати. Мы их, кстати, даже сейчас можем отбить. Неплохо, так. Такую толпу. Тем самым отгоним их отсюда, да? Вот. Кроме, они уже не придут сюда. Сейчас они еще потеряют честь своих сил. Так. Что тут у них? Срок, на который хватит припасов. Три, блин. Сколько они город собираются держать в осаде? Не понимаю. У нас армия... Громбриндала потихонечку восстанавливается. Тут они отступили, да? Так, там у них сидит шесть отрядов. И здесь у них четыре с потерями. У нас осталось тоже немного парней. Можем мстителей сюда добрать еще дополнительно. Единственное. По пехоте, конечно, у нас не очень дела обстоят. Не очень. Так. Так, а в ближнем бою плюс два в битвах против зеленокожих. Так. Усиление натиска. Аура. Долгобородие. Что у нас там еще есть? Содержание для егерей. Давайте искатель врагов возьмем и... Защитуем в ближнем бою поставим. Так. Доходим мы до города или нет? В общем, вопрос. Доходим. Доходим. И даже будем атаковать сейчас. Так. Сопротивление мании стоит. Урон сквозь доспехи плюс десять. Давайте вот, наверное, дадим мстителям. Так. Ага, ну да, так и оставим. Так, и сопротивление мая. Я не знаю, кому тут, в принципе, особо магических-то и нет у нас. Парней. Скайрунного туда стоит. Так, стремительный удар. А что он, кстати, дает-то? Смотрите, кстати, если стремительный удар отключаем, у нас даже больше, как бы, в нашу пользу с отключенным, с стремительным ударом, с включенным, в их пользу идет непонятно, как это работает. Ну что. В принципе, я думаю, мы должны будем здесь затащить. Вот единственное, там только четкие пацаны. Ну, в принципе, у нас есть бомбовоз, мистемет, стрелки, егери. Пехоты у нас мало. Ну да ладно, поехали. Надо отобрать этот город. Тем более, что есть Ленешмай, здесь как раз-таки и находятся у них казармы по найму. Да, именно здесь они и находятся. Отберем, получается, мы этот город. И тогда, наверное, скорее всего, мы немножечко приостановимся с этой армией, потому что она у нас... Ну, как бы, оставим ее в покое на некоторое время, пересоберем ее, потому что довольно-таки изматывающие войны мы провели. Именно так. Давайте подумаем, откуда мы будем атаковать. Мне кажется, можем вот отсюда попробовать их. Взять. Очень мало у нас пехоты пооставалось. Неизвестно, где, кстати, они отряды свои расставят у нас, поэтому мы так наугад, по сути, сейчас действуем. А, они все с той стороны, да? Ну и хорошо, тем больше мы сможем их пошмалять. Посмотрим, куда они пойдут. Если они сюда пойдут, в принципе, неплохо. Они сейчас там толпой такой ходят, кстати, можем пойти их там закидать бомбами. Тем более, что магов у них нету. Так, что у нас тут появилось, получается? Урон оружием, атака минус 58 в ближнем бою появилась. Неплохо. Во, наш мистемет начал действовать. Вот сюда, прям вот в мясо вот это вот херачим там. Давайте по-быстрому. Вот сейчас мы сюда вот хорошую бомбардировочку можем произвести. Пока они там не все разошлись. Давайте, давайте, давай, давай, давай. Побыстрее, 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 побыстрее сюда. Столько отрядов в куче находится у них. Давай, 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 вперед, 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 чувак, вперед. Вот так, вот еще, еще. Вот так вот, давай дальше. Так. Ага. Все, отлетаем, давайте. Отлетаем, отлетаем. Смотрите, лучники, как нас контролят. Уходи, 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 уходи. Ничего не улетает. Сколько мы там увольнулись? 122, нормально. Для начала. У них уже отряды в панике там просто. Все. Давайте, вот по этой стороне работать. Все, останавливайся, разворачивайся. Все, заливаем их. Так, вот по стрелкам теперь этих продолжаем долбить. А вы вот этих. Так, дебавчик пошел. Защиту. Защиту. Давайте, вперед, вперед, вперед. Сейчас мы прожимаем молот. А, он одиночный, да, у нас получается. Так, матролей тоже. Все, давайте, вперед вы двигаетесь. Давайте, вот этих раскидываем. И вот этих вот раскидываем. Все, тролли убегают, отлично. Псители тоже хорошо у нас поработали. Все, отлично. Изи победа. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Отлично, мы так хорошо с вами повоевали, что даже не слили ни один из отрядов. Хотя, думаю, кого-нибудь мы да потеряем. Так, хорошо. Разоряем, потом занимаем. Во, как раз мы выполнили еще ачивочку. Разрушите или разграбьте не менее трех разных поселений следующей расы. Примена зеленокожих. Все, занимаем. Эккупировать. Есть. Все, теперь мы здесь с вами будем восстанавливаться какое-то время. Давайте мы сюда поставим армию в найм обязательно. В частности, нам сюда надо будет взять... Мстителей не будем брать. Возьмем еще забияк. Возьмем обязательно сюда долгобородов. И еще долгобородов с тяжелым оружием, наверное. Или нет, наверное, не с тяжелым. Возьмем. Лучше обычных еще. Мне все-таки вот как-то вот эти вот обычные больше нравятся. У них сопротивление натиску хорошее. Вот смотрю сейчас на поздних этапах зеленокожие очень любят побаловаться колесницами, троллями, да наездниками на вепрях. То есть они их выносят только в путь. Вот это вот, ну, а по-быстренькому бы шатнуть нам тоже. Ну что, давайте мы, наверное, сейчас тогда завершаем ход. Чтобы у нас сейвик прошел. И тогда мы на этом с вами сегодня завершаем. Ну что ж, провели мы с вами сколько получается? Три эпичных битвы. В обеих мы с вами одержали. Во всех, да, одержали. Победы неплохие. Хорошо мы с вами продвинулись. Сокрушили так знатненько зеленокожих сегодня. Готовность к службе как раз-таки Финни Багман. Лорда, которого я хотел поставить. И у нас общественный порядок там крайне плохой. Из-за того, что у нас довольно-таки очень много накопилось обид. И с которыми мы с вами будем разбираться. Ну что ж, друзья, если вам понравилось сегодня такое прохождение. Не забудьте его поддержать лайком. Подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее прохождение, посвященное гномам. Ну а с вами, как всегда, на связи был Брайн. Всем спасибо за просмотр, друзья. И увидимся на новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok